Добрый день, друзья! Многие знают эту орхидею по моим предыдущим видео. Потом я рассказывал, как я ухаживаю за ней. Можете посмотреть. Сегодня речь пойдет о пересадке орхидеи в таком состоянии, когда она вся в цветах. Я заметил в последнее время, что между двойными стенками вот этого горшка очень долго сохраняется влага. Это может говорить о том, что кора, которая является грунтом для этого растения, разрушилась. Она превратилась в труху. Это может быть очагом для инфекции, для загнивания корней. Поэтому мы вскроем, посмотрим, в каком они состоянии. Если там есть какие-то проблемы, мы их удалим, заложим новую кору и польем. Что может случиться самое плохое? Это потеря части цветов во время вот этой операции или потеря даже самого цветоноса. Мы можем обломать, если неаккуратно будем работать и все. Поэтому, если видите, что есть у вас проблема какая-то, то стоит, я думаю, ее пересадить, невзирая на то, что цветет ваше растение или нет. Итак, начинаем. Для этой цели нам понадобится субстрат. Мне достаточно будет трех литров. Сейчас мы аккуратненько высыпем вот этот грунт, полностью освободим корни, посмотрим, в каком они состоянии. Если все хорошо, значит мы вот этот грунт заложим максимально между корнями и опять установим вот эту орхидею на место. Мы освободили горшок. Теперь наша задача максимально аккуратно, не повредив возможности все наши беги, листья, цветы, высыпать вот это все внутри и освободить корни. Для этой цели мы ложим орхидею на руку, на бок. Наверное, снять надо вот этот держатель. Вот мы освободили корни. Осматриваем внимательно, что у нас есть. Что мы видим? Здесь влага есть. В принципе, ничего страшного нет. Но кора превращается в такую мелкую субстанцию. Не забываем про наши цветы. Их можно свесить как бы на край. Некоторые превратились в такие нити. Растение было пересажено 3 года так. Поэтому за это время образовались вот такие вот вещи, которые надо удалить. Живые корни не трогаем. Удаляем только поврежденные, если они есть. И смотрим на общее состояние корни. Они, смотрите, зелененькие местами есть. Это те, которые ближе были к солнышку. Поэтому я говорю, что надо использовать прозрачные горшки для орхидеи. Теперь я немножко помою корни легким набором воды, для того, чтобы смыть, возможно, какие-то тут есть вредители. Это можно не делать, но я делаю. Итак, мы помыли горшочек, так как мы оставим тот, что и был. Единственное, что мы поменяем, это грунт. Даже если вы покупаете новые горшки, то их тоже стоит, я думаю, мыть хорошо. Мы помыли растения, корни. Еще раз внимательно осмотрели. Ну вот, теперь наша задача посадить новый грунт вот в это место. Для начала мы немножко насыпем грунта вниз горшочка. И потом уже будем пытаться наполнить как-то корнями, между корнями. Распечатываем грунт. Смотрим, что здесь у нас за перья. Немножко ложим на низ. Следим за нашими побегами. Так, теперь наша задача запихать наиболее плотненько между корнями. И выставить само растение, чтобы оно было ровно. Потому что в процессе роста оно наклоняется в сторону света и теряет как бы форму. Поэтому надо немножко его править. Надо не забыть о вот этой стоечке, которой мы привязываем наши побеги. Ее сейчас удобно установить, не повредив корни. Сразу можно и процепить ее. Это в какой-то мере поможет нам удерживать наши побеги, чтобы они не обломились. Поднимем их повыше. Насколько возможно. Но вы должны чувствовать усилие. Если видите, что растение упирается, значит достаточно. Вот мы подвязали один побег. Сейчас попытаемся сделать второй. Дальше продолжаем заполнять наш горшок. Внимательно осматриваем на наличие свободных мест. Если они есть, пытаемся заполнить их корой. Когда проталкиваем кору, смотрим, чтобы мы не повредили корни. Лучше пусть останется там немножко пустота. Она со временем заполнится корнями. Грунт немножко сядет. Чем мы повредим и оторвем какие-то корешки. Вот это и мусор, что иногда рассыпят они. Я стараюсь его меньше туда ложить. Оно образуется само и так. В основном это кора. Ну и немножко, конечно, если я вижу, что стоящее, да. Оно просыпется между корнями и таким вот образом заполнит пустоты. Посмотрим очередной раз. Есть в одном месте пустота, но добраться к ней не очень удобно. Ну вот пошло где-то около двух литров коры на вот этот горшочек трехлитровый. Но осталась пустота и, конечно, корни, которые также занимают какой-то объем. Теперь полив. Теперь полив. Полив. Вставляем наш внутренний горшочек в наружный. Наша орхидея пересажена. Сейчас нам надо взять водички, которая будет иметь температуру окружающей среды. Никаких удобрений я не кидаю в этом случае, когда пересаживаю в новый грунт. Где-то в течение, может быть, ну, 3-4 месяца никаких удобрений мне не даю. Ну, опять же, смотрю по состоянию растения. Если оно хорошее, значит, не даю. Если что-то не то, значит, смотрю уже тогда, как надо. Заполняем водичкой. До верха. Ну, вот. Мы набрали полный горшок водочки. Все. Оно будет стоять где-то минут 15 приблизительно. А за это время мы можем протереть листики, удалить вот эту пыль, которая садится. Или, когда мы обрабатываем некорневой подкормкой, такие вот пятнышки остаются. Это лучше удалить. Все. Ждем еще 10 минут. Прошло около 15 минут, как мы залили. Нашу лукжалка. Цветочек земли касается. Значит, как я дальше поступаю. Я вытаскиваю вот этот внутренний горшок. И сливаю с него жидкость. Полностью. Это удаляем. Наружный горшочек мы помыли. Осталось только вставить вот так. И отнести на место. Но, как видите, пересадка прошла успешно. Мы не потеряли ни одного цветочка, цветоноса, листика. Все корни оказались, в принципе, в хорошем состоянии. Было несколько сухих, старых, которых я удалил. Залил, заложил в новый грунт. И я заметил интересную особенность. После пересадки обычно начинают гнать новые вот такие вот цветоносы. Надеюсь, что это будет и этот раз. Поэтому мы еще с вами увидимся. До свидания. До новых встреч.